Вы что-нибудь скажете, Дмитрий Геннадьевич? Ну, я вот думаю, мы, может, зря обувь сделали на разные стороны. На левую, а слева. Не знаю. Ну ладно, сейчас разберемся. Как вам дети? Дети как дети. Дети как дети. Дети как дети. Я хоблаков не хочу быть нежным. Хочу стать человеком снежным. Мы медвежьей лапой с неба звезды. Так, вы уже поняли, что учитесь в, мягко говоря, не совсем обычной школе. Да? Но, хотя вот вы здесь уже не знаю, кто сколько лет, да? Кто-то может быть три, кто-то два, неважно. Но одну вещь вы еще не видели. Дело в том, что с первого года открытия школы, три раза в год, здесь проводится игра под общим названием «Тропы тысячелетий». Если вы не будете меня перебивать, я объясню гораздо быстрее и точнее. Хорошо? Замечательно. Первыми начинают всегда играть пятые классы. Что это за игра? В ней участвуют все классы параллели. Класс участвует полностью. Основная задача игры – решить проблему, которую я очень долго бился и думал, как же, елки-палки, эту проблему решить. Дело в том, что и ваше поколение, и те, кто постарше, да, наверное, и те, кто совсем постарше, не понимают историю абсолютно. Вы ее запоминаете как иностранный язык, не понимая смысла. Никогда про это не думали? Простейший вопрос. Вот вы недавно, я знаю, закончили проходить Древний Египет, правильно? Скажите, пожалуйста, а почему первое государство появилось именно в Египте? А, допустим, не в Европе, не на Волге, не в Америке? Стоп! Не хором! Я хочу, чтобы вы услышали. Давай. И что теперь? А у нас вон Волга под боком течет. Почему на Ниле, а не на Волге? Почему не на берегах Амазонки, где тоже очень тепло и куча чего растет? Хорошая мысль. Ну-ка. Секундочку. Так страна появилась до государства, что ли, получается? А что, государство это не страна, нет? Ну, давай. Потому что там материалы были ближе всего. Какие? Камень, известняк. У нас камня вот на Волге вообще нету, да? Правильно? Известковый карьер у нас, наверное, специально построили. Сюда известняк завезли. Может, даже из Египта. Короче, вы, когда начали читать про Древний Египет, вы пропустили буквально половину строчки. Секундочку. Дело в том, что в Египте урожай собирали три раза в год. Секундочку. Почему три раза в год? Потому что три раза в год разливался Нил. А раз урожай собирают в три раза быстрее, значит, и накопление богатства, основное богатство тогда были продукты, там идет в три раза быстрее. А государство это просто инструмент перераспределения богатств. Поняли? Случайность или нет, что именно там возникло государство? Или от людей это зависит? Это, смотрите, это самый простой пример того, что вот есть простые вещи, да, над которыми люди не задумываются. Люди не задумываются, как привязывался каменный топор. Все знают, да, крест-накрест. Правильно? А будет держаться? Слабо. Вообще не будет. Значит, его привязывали не так. Короче, вот для того, чтобы ответить на все вот эти вопросы, и чтобы подчеркнуть одну простую мысль. Все предметы, которые вы изучаете, на самом деле связаны между собой. Надо только эту связь видеть. В игру «Тропы тысячелетий» мы включили и несколько тем по технологии, и по физкультуре, и по истории, и, понятное дело, про ОБЖ. Вот соберите все это вместе, и у вас получится игра «Тропы тысячелетий». У нее есть одна особенность. Все, что вы там делаете, вы будете делать по-настоящему. Вам предстоит освоить два древних ремесла. По-настоящему. Если вам сказали к игре сплести корзинку из камыша, вы сплетете корзинку из камыша. Если вам сказали повторить древнее изобретение, а самое древнее изобретение, ребята, это веревка, значит, вы должны научиться делать веревку. Не взять ее в магазине, а взять волокна и из них сделать полноценную веревку. И этому я вас научу в следующий раз. Но самое выдающееся изобретение человечества, открытие, точнее, конечно же, это огонь. Как добывали его в древности? Давай. Нихором. Первый огонь появился из удара молнии. Как добывали, а не как брали готовый, я спросил. Стоп. Камень, а камень. Пробовал? Нет. И не пробуй, не получится. Гранитом. Трением. Как трением? Гранит, камень. И ничего не будет. Так вы будете в седьмом классе добывать, вы поймете, что так ничего не будет, поверь. Стоп. Можно? Я тебе дам. Секундочку. Вот такая подойдет? Нет. Почему? Подойдет. А? Подойдет. Тихо. Нужна тонкая. Тонкая? Это что, толстая? Вон она подгоревшая. Нет? Подойдет. Как? Как надо тереть? Кто покажет? Ну, давай. Тихо. Видишь, она вон вверх будет улетать всегда. Если вы догадаетесь когда-нибудь, кто мне не верит, посмотреть одно очень честное кино, называется «Изгой». Изгой. Там мужик попал, это подлинная история, на необитаемый остров. Самолет разбился. И только на четвертый день до него дошло, что нужен огонь. И он тоже, как 99% взрослых, вспомнил, что где-то же он видел в кино, что если вот так тереть, то палочка загорится, да? Я вам сейчас секрет открою. Вот так палки не крутили никогда. Огонь трением добывали. Но вот так вы сотрете руки, вы убьете все пальцы, но у вас никогда не будет огня. И дело не в том, что дерево другое. Просто палочки крутятся по-другому. Трением огонь добывали тремя способами. Вот этот называется огневое сверло. Вот этот называется огневое тесло. Вот так огневая пила. Скажу сразу. У меня получается только так. На остальном у меня терпения не хватало. Понятно? Рекорд пятых классов за два предыдущих года, извините, за три предыдущих года, это, по-моему, 30 секунд. И вам предстоит этому научиться. Если будете меня внимательно слушать, у вас все получится. Но давайте я сначала объясню, как вы будете добывать не огонь, а дым, потому что мы все-таки в помещении. Понятно? Действительно, в одной дощечке, в бревне, в чем угодно, делалась даже не такая вот глубокая штука, а вот, сейчас покажу, достаточно просто вот такой вот закорючки сделать. Понятно? И взять какую-то палку. Вот это не очень удачное, но вам я ее тоже оставлю. Вот. Потом, давайте теперь на доску, Алексей Викторович. В самой палке, чтобы добыть настоящий огонь, надо будет сделать вот такую прорезь. Поняли? У вас этой прорези нет, поэтому вы получите только дым. Но давайте я вам расскажу, где прячется огонь. Хорошо? Если палка будет крутиться, вы сейчас увидите, будет образовываться такой коричневый порошок. Если есть прорезь, коричневый вот этот порошок, очень горячий, будет сыпаться сюда. Сюда помещали специальный материал, он называется труд. Кто знает гриб-трутовик на дереве? Твердый такой, как камень серый, видели? Вот почему он труд-товик? Потому что из него делали труд. Высушивали, иногда спредварительно проварив в зале, помещали сюда, крутили, и как только горячий порошок ссыпался сюда, труд начинал тлеть. Вот его аккуратненько брали, раздували, и вот так получался огонь. Настоящий огонь трением в прошлом году у нас добывали восьми классники. 50 секунд не до дыма, а до настоящего живого огня. Вопрос только в том, что надо понимать, как все это дело крутится. Можно делать это в одиночку, но, честно скажу, я вам вот этот вариант не советовал бы. Почему? Это достаточно тяжело физически. Но показать покажу. Что вам надо будет сделать? Я сейчас покажу все варианты, два точнее. Вы их выберете, и на игру, а игра будет проходить у вас на уроке ОБЖ, вы придете со своим набором палочек. Поняли? Вам их никто готовые не даст. Бумажка мне, это просто, чтобы брюки не испачкать. Итак, вот это нижняя, вот именно поэтому вас и просили сесть на ту сторону. Теперь понятно. Может, подойдут тогда? Не надо, они сейчас просто ближние, кто подойдет, они все загородят. Это проверено. Можно он с той стороны встать, кому не видно. Итак, внимание. Мы берем нижнюю палочку, в данном случае она без прорези. Наступаем на нее крепко ногой. Вдоль палки, не обязательно в виде лука, натягиваем, видите, даже не натянутую, а такую вот слабо изогнутую, точнее ослабленную веревку. И вот таким образом оборачиваем. Потом... Еще раз покажите, как оборачивать. Ну вот. Потом в маленькой палочке есть небольшое такое же углубление. Вставляем. Для чего надо именно так делать? Смотрите. У меня сейчас рука, самое сложное здесь это удержать верхнюю палочку на месте. Поняли? И на нее надо одновременно крепко давить. Я прижимаю ее к ноге и начинаю делать вот такие движения. Ну а что вы хотели? Палочку это сделали сейчас вот перед вашим уроком. Никаких специально заготовленных приспособлений у нас нет. Что нашли у вас в кабинете технологии, то и взяли. Поняли? Опа. В одиночку, еще раз говорю, вам не рекомендую. Держать действительно проблематично. Давайте кого-нибудь попросим. Не, не надо. Опа. Вот потихонечку занимается. Боюсь брюки испачкать. Ребят, не надо близко подходить. От этого вам лучше видно не будет. Поверьте. запах пошел. Запах пошел. Я знаю. Ну вот. Первый чуть-чуть пыхнул. Вот он пошел. Коричневый порошок. Дайте покажу. На место сядь. На место сядь. Вот весь секрет вот в этом таком темно-коричневом порошке. Но еще раз. Еще раз. Вот этот способ на самом деле физически, конечно, очень сложный. Поэтому я вам предлагаю сделать попроще. Первые. Два. Мне нужны два добровольца и один стул. Внимание! Я советую сделать так, как сейчас покажу. Под ваш возраст это наиболее как сказать наиболее простой способ. Так, один человек садится так, чтобы ногами прижать. Я вам сейчас не фокус показываю. Я сейчас еще 10 минут уеду. А вам за остатку урока надо попробовать себя в разных ролях и выбрать, кто же из вашего класса на время будет это делать на игре. Я показываю схему, потом как бы уезжаю. Итак, ему надо будет очень здорово помогать. Как? Ему предстоит очень тяжелая задача. Ему надо будет правильно удержать верхнюю дощечку. Держи. Руки плотно прижал к бокам. Так, два человека подошли, помогают ему руки держать. Просто его руки держите. Ваша задача, чтобы палка не шаталась. она уже наклонена. Вот, если делаете так, внимание, отойди, пожалуйста, ты половине класса загораживаешься. Видите, у меня сейчас веревка вверх идет? Вот так она очень быстро слетит. Следите, чтобы веревка шла горизонтально, параллельно земле. Понятно? Плохо держим. Плохо держим. Плохо держим. Плохо давим. Всем классам не надо. А ничего, что она наклонилась? Ничего, что она наклонилась? Следите, чтобы она была ровно. Стоп. Встань. Я тебя прошу. Я горю. Очень долго. Вот, отойдите, пожалуйста. Еще раз говорю. Никогда, сколько бы вы ни терли, палки не загорятся. Вот он, этот волшебный черный порошок. Это перегоревшая наполовину древесина. Это наполовину перегоревшая древесина, которая должна сыпаться в ту самую прорезь, а поскольку она очень горячая, от нее загорится труд. Поняли? Ваша задача научиться делать вот эту процедуру. Взялись, в принципе, неплохо, но вот этот наборчик я сейчас увезу другим пятым классом показывать, ладно? А вам оставлю наш... Я сейчас еще раз проговариваю ошибки типичные. Внимание! Если у вас что-то не получается, значит, вы повторяете эти ошибки. Готовы? Да. Значит, первое. Тот, кто держит верхнюю палку, не следит за тем, чтобы она стояла вертикально. Чтобы она не так резво выпадала. Вот смотрите, вот я кладу верхнюю, да? Вот лучше верхнюю наклонить немножко вот в эту сторону, если здесь стоит человек, поняли? И в момент, когда она крутится, не допускать того, чтобы она вот шаталась. Теперь, тот, кто крутит, это на первый взгляд так просто, это у вас в телефонах просто. Нажал на кнопку, все получилось. Главная ошибка, которую делают, вот она обхвачена и начинает быстро-быстро делать вот так вот короткие движения, оборотов мало. Руки должны идти вот в полную длину, поняли? Если вы будете делать быстро, но коротко, ничего не получится. Дальше. Когда начинают делать, руки начинают скакать по вертикали, вот так. Ясно? Или они становятся не параллельны. Вот тогда она точно у вас вылетит. Хотите проверим? Кто будет крутить? Я просто попробую. Давай. Кто его держал? Держите его. Я держу нормально. Под ногами, да? Опять его. Да что ж? Я так и секунду. Ты моя жерсть. На. Начинаем смотреть, насколько это легко. Стоп! Стоп! И сразу ошибка. Веревки должны быть параллельно земле. Это раз. Во-вторых. Момент начала. Одна рука вот здесь, другая здесь. В. Веревки? На меня посмотри. Не вот так, а параллельно земле третий раз тебе говорю. Вот. И в этом положении они ходят. Видишь, как все просто оказывается на самом деле. Внимание! И вот наконец последнюю ошибку показал. Товарищ, глазки на меня. Я понимаю, что это очень сложно, но вы понимаете, вопрос не в том, что руку вперед и руку назад, а делать это одновременно. Не одновременно тянуть на себя и не сначала руку туда, а потом сюда. Нет, вот. Синхронно должны работать. Ну, примерно так. Почти, но не совсем. Слишком сильно тянул на себя. Скажите им еще раз про игру, как это все будет проходить. Так, внимание, народ! Так, все сели по местам и теперь еще пять минут слушаем. Положи веревку. Народ! Внимание! Вот это на зачет. Что вам надо сделать? Вам надо подготовить три таких же палки. Не надо меня спрашивать, где найти. Подобрать веревку. Определиться с теми, кто из вас не просто хочет это сделать, а у кого это лучше и быстрее получается. Сколько на это будет у вас людей, дело ваше. Ваше, не жалко. Стоп! Кстати говоря, к стыду всего южного города, как-то раз мы позвали на игру два класса из совершенно других школ. Один из Самары, другой не помню даже из какой деревни, да? И как же было погано смотреть, как они вышли на первое место. Знаете почему? Потому что они хотели что-то сделать, а вы хотите, чтобы что-то сделали за вас. Ребята, так не бывает. Мы с вами проводим эту игру не потому, что нас заставили это делать. Мы ее придумали, мы ее каждый год сочиняем заново, и никто, кроме нас, ее не проводит. И мы знаем, для чего мы это делаем. Это помогает по-другому понять то, что вы видите потом в учебнике истории. Поэтому работа будет у каждого. Когда вам объявят через классных руководителей, что сегодня, например, консультации по корзинкам, вы собрались, в основном это девчонки, один-два человека, камыш вам привезут. Вот вы сядете здесь, к вам придет Марья Юрьевна, которая очень хорошо это сделает, да? Она всем покажет, вы сплетете корзинку, а мы потом сравним у кого лучше. Это будут настоящие корзины. В шестом классе для сравнения знаете, что делают шестиклассники? У них задача за время подготовки к игре слепить глиняную посуду, обжечь и сварить в ней еду. Без дураков, по-настоящему. Не на заводе. Будьте в первом юге, у нас там лежат бронзовые предметы, да? Они сделаны не на заводе, они сделаны в лесу. По той технологии, как это делали три с половиной тысячи лет назад. Мы знаем, как это делать. Мы умеем историю трогать руками. Научитесь вы, а так, в общем, сейчас вот смотрите, у нас закат цивилизации случится, у нас все отвалится, обломается, перестанет у нас быть заводы, изделия и все остальное. И кто вас потом будет учить, чему делать? Вы сами должны себе и добыть огонь, и сплести корзинки. Когда мы научили плести веревками, связанными, сплетенными из коры ивовой, у нас простояла хижина все лето, в том числе пережила ураган, который в соседней деревне половину домов без крыш оставил. хижина была связана веревками, которые дети плели из коры. Из коры крапивы, у меня школьники, сплетали леску, на которую потом ловили рыбу. если вам сказали, что вы будете учиться стрелять из лука, не из того, который с резинкой, а из того, который по-настоящему, значит, вы будете учиться стрелять из лука. Чтобы понять историю, надо потрогать руками. Император Диоклетиан, когда металл дротики, дротики это не вот это, дротики это такие копии, за 15 шагов император попадал между пальцев семилетнего ребенка. На меткость. Это вот это копье он брал, да, и за 12 метров это два класса, попадал между пальцев ребенка. Это дело не просто воин, это дело императора. Это не его дело воевать. Но он умел это делать. И не случайно вошел в летописи как пример. Сколько семилетних детей из расхода императора умчился? Сарматы, лучники. У нас учеников много, так что... Простная загадка. Мои любимые воины прошлого Скифы и Сарматы. Железный век. Самое главное оружие лук и стрела, от которого дорожали все соседи. Вопрос. А почему стрелы у них были бронзовые? Бронза мягче. Она лучше уходит? Нет, она тупая по сравнению с железом. Она быстрее тупится, она более мягкая. Вот мячи у них железные, а стрелы бронзовые. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я пять лет учился делать эти стрелы. Теперь умею. Я могу дать ответ на этот вопрос. А чтобы сделать древко для своей стрелы, а не тратили, я засекал, меньше десяти секунд, чтобы сделать древко для стрелы. Сама стрела. Чтобы делать деревянное, надо будет часа два упираться. А чтобы делать вот это, десять секунд. На самом деле, в древности, оказывается, так много знали, что вы сейчас на немногие ответы даже не ответите. В каменном веке нашли парное погребение, оно сейчас в Государственном историческом музее на Красной площади. Будете, когда в Москве, зайдите, не поленитесь. В правом зале там лежит могила вырезанная из земли. Это вам в могиле было похоронено два пацана. 13, по-моему, 15 лет. Они лежали так ногами друг к другу. Вся одежда красивая, расшатая бусами сплошь. Шапка, штаны, куртка, все отдельно расшит. Но самое главное другое. В могиле лежали два копья. Два десять и два двадцать, по-моему. Представили? Каждый сделан из выпрямленного бивня мамонта. Все вспомнили бивень мамонта? А теперь выпрямьте его. А вот они сделали, ребята, в каменном веке. Без гаджетов, без фабрик, без заводов. Мозгами, руками. Все. По веревкам я назначу день, но туда весь класс не обязательно. Веревки лучше плести тройками. То есть каждый класс, если выставить две тройки, это будет нормально. Ясно? Я объясню, принесу какие надо волокна обычный шпагат, объясню, как это делалось. Самые классные веревки, еще два года назад сплетенные, у меня он там как наглядное пособие до сих пор работает. Поняли? Отдельно вам придется определить предметы подлинные с каменного века до средневековья. Ваша задача узнать, что это. Это тоже не так просто. Я даже знаю две ошибки, которые сделают все, но я вам их говорить не буду. Определить материал. 20 предметов подлинных будет вам представлено. Вы можете подержать в руках предмет, которому 20-30 тысяч лет. Можете пофантазировать, но если у тебя мозгов нет, то ты будешь ломать, конечно, каменный топор, я не спорю. У меня просто вопрос, зачем ты будешь это делать? Вот он прожил 20 тысяч лет. Для того, чтобы ты его сломал? Для чего он у меня лежит в кабинете? Для того, чтобы человек, вот раз потрогав, понял, что история это не страничка из книги. История это живая вещь. На учебниках истории, с учебников истории на вас смотрят невыдуманные персонажи, не эльфы с гномами, понимаете? Это люди, которые жили, дышали, чувствовали, думали, делали, обладали какими-то возможностями. Примерьте эти возможности на себя. А кольки же должны... Ладно, Дмитрий Геннадьевич, давайте... Это просто к вопросу о загадках. У вас сейчас есть... Еще буквально коротко про саму игру, когда она проходит. Игра будет проходить у вас в начале декабря, до этого у вас будет еще время сделать вот эти станочки, натренироваться. На игру приходите со своим набором, поняли? К вам придет в назначенный день, скорее всего, может быть, на следующей неделе, не знаю когда, как Марьюрин скажет, придет специалист, который научит вас плести корзину, и приду я, чтобы научился у вас плести веревки. Понятно? Роман Вячеславович, Георгий Нукзарыч займутся с вами на урок физкультуры, один урок потратят, либо на копья, либо на лук и стрелы, мы еще решаем. Понятно? И подведут свой заочный зачет. Просто в этом году мы не можем собрать все пятые классы, как мы раньше делали, ну, из-за карантина. Поняли? Поэтому вы будете это делать немножко как бы так вот в аванс. На самой игре у вас будет на экране представлена сама игра, ну, более электронная, это Михаил Владимирович делает. Будет представлен музей, вам надо будет определить экспонаты, и потом по команде Алексея Викторовича вы добудете устойчивый дым, а он несет протокол, за сколько секунд это приключилось. Все понятно? Давай. Труд, поскольку вы не огонь, дым добываете, мы в помещении, я еще раз говорю, у вас будет отсечка по времени. И вы видели, да, что устойчивый дым можно получить и за 5 секунд, да, а можно и не получить за 10. Все зависит от того, насколько у вас команда вот эта согласованно работает. Вот сейчас, кстати, да, вот я как уйду, можете как раз вот это, в принципе, репетировать. Сколько-то минут у вас будет. Ладно. Договорились? Какие будут вопросы? Давайте, давай, последний. Рекорд 30 секунд? Да. Дмитрий Дмитриевич. Да. Ну, да все тогда, наверное. Спасибо вам большое. Не хочу быть нежным, хочу стать человеком с нежным, и медвежьей лапой, с неба звезды сыпать шляпой. Не хочу.